я приветствую всех зрителей гостей и конечно же подписчиков канала по следам карт и в этом видео мы поговорим с вами о жанре стимпанк сейчас названием стимпанк таро можно встретить несколько колод внутри которых читателя конечно же ждет погружение в удивительное слияние викторианской традиции и технологии однако в этом обзоре мы остановимся на одной из самых целостных на мой взгляд по своей концепции колод стимпанк таро под редакцией барбары мур которая вышла еще в 2012 году в издательстве левелин традиционно вы знаете что издательство левелин имеет такую большую коробку формата книги на магнитной застежки и внутри мы видим есть большой мануал он еще тогда был иллюстрирован в черно-белом формате сейчас издательство левелин выпускает полноценные руководство полноцветные полноценные руководство к таро и обычно неудобно хранить затем саму колоду потому как такая большая коробка неудобно для транспортировки нет к ней маленькой мини коробочки но издательство левелин предлагает еще вот такие вот мешочки вы все знаете наверняка об этом и есть у меня такая такой специальный одноименный мешочек этой колоде стимпанк где мы видим прекрасную жрицу который конечно же поговорим в 2020 году тоже издательство левелин выпустила мини формат этой колоды стимпанк таро или покет формат его еще называют с таким же самым качеством у левелин идеальная вырубка немного тонковат картон данная колоду таро еще вы можете встретить под названием викторианская таро хотя в англоязычной версии здесь нет намека на это здесь только стимпанк ну вот издательство фаир любезно выпустила позже кола свою колоду эту же колоду таро в своем издательстве с русифицированным гютбуком и это конечно же является подспорьем я например приобрела ее ради этого мануала потому как очень люблю барбару всегда об этом говорю так вот все три колоды вы сейчас можете видеть и наверное это полный спектр выпуска данной колоды у каждой из них есть свои преимущества есть свои нюансы по преимуществам и нюансам левелин мы поговорили по издательству фаир тоже достаточно классная вырубка на мой взгляд и заметно плотнее к картон чем в левелин и вы видите что по формату данная колода карт даже толще но если вы посмотрите то без труда увидите что в издательстве фаир очень такая широкая черная рамка которая уменьшает саму по площади изображения вот сейчас давайте на короля пентаклей мы посмотрим и цветопередача конечно формат видео не передаст такую цветопередачу в издательстве фаир она более приглушенная то есть более как бы затемненная ну мы можем выбрать сейчас нас на свой цвет и вкус любое издание из этих колод посмотрите вот три типа колоды за основу викторианского стимпанк таро либо викторианского таро либо стимпанк таро мы сейчас будем говорить разными названиями но об одной колоде под редакцией барбара мур конечно же взята традиция райдера у это но у ряда арканов есть свои особенности отхождение от классики и которые конечно же привносят новые смыслы новые акценты и об этих интересностях и особенностях мы в этом обзоре после постараемся и остановиться стимпанк это стиль в искусстве который можно характеризовать как если бы технологии будущего появились в расцвет викторианской эпохи другими словами как бы выглядело прошлое если бы будущее она стала раньше сама барбара амур дает следующую характеристику стимпанка где прошлое соединяется с будущим этот мир родился в романах жюля верна и фантастической литературы средины 19 века когда герои могли летать на замысловатых аппаратах погружаться в глубины океана в странных судах и заменять конечности на различные металлические механизмы эти авторы исследовали варианты альтернативной истории или миры которые могли существовать таким образом эта колода представляет целый мир альтернативной истории мы видим что социальная жизнь словно застыла в прошлом главными материалами стимпанка являются железо и латунь из них создаются практически все устройства и украшения даже изящные корсеты платьев дам часто украшается металлическими элементами типа шестеренок гаек и заклепок помимо электричества и паровых котлов стимпанки существует еще один источник энергии магия каковы же особенности колоды в консультировании для каких типов запросов она наиболее откликается хорошо это исследование взаимосвязи между противоположными энергиями и стремление к балансу противоположности внутри нас самих так в колоде пышные кружева и платья соединяются с металлом такое исследование противоположных энергий как реальность и фантазия магия механизмы факты и воображения и конечно же поиск равновесия как часть нашего духовного пути изучение разных вариантов возможного будущего многовариантность этого будущего также хорошо просматривает данная колода она также исследует взаимосвязь между причинами и следствиями делает их особенно очевидными как бы высветляет их очень отзывчиво она на запросы о переходных моментов между этапами жизни жизненных циклов где прошлое как раз соединяется с будущими используя именно эту колоду при изучении любой жизненной ситуации очень часто мы получаем новую точку зрения когда мы на когда мы начинаем по-иному смотреть на привычные вещи появляются свежие и нестандартные решения ведь именно викторианцы брали привычную вещь и переделывали ее на свой лад и манер именно в психологическом консультировании последний пункт является наиболее ценным ведь свежий альтернативный взгляд всегда дает нам более глубокое понимание нашей ситуации мы можем видеть старые вещи в новой перспективе что еще делает эту колоду на мой взгляд целостная так это то что в ней есть повторяющиеся символы элементы конечно же помимо традиционных гаек шестеренок цилиндров и вылетных очков есть следующие прослеживаю прослеживаемые элементы так например мы будем встречать белого собачку белого пса мы ее впервые увидим на шуте потом мы ее увидим на старшем аркане солнце и потом мы еще встретимся уже с двумя такими же собачками на десятки пентаклей очень интересно что данная колода имеет такую особенность как содержание самой же системы таро системы таро сам самих же арканов внутри визуального ряда так мы впервые встречаем закрытые карты на жрицы открытые карты мы будем видеть на справедливости которая бросает их на одну из чаш весов мы будем видеть на десятки жезлов и открытые и закрытые впереди карты на мы будем видеть карты на десятки мечей на тройке пентаклей и вот конечно же на десятки пентаклей и конечно же это делает такую колоду узнаваемой еще одним элементом является это такой свет сквозь туман а туманный дым сквозь смог и мы его будем часто видеть впервые мы его встретим вот как раз на самом шуте открывающим нашу колоду потом мы будем видеть и на колеснице этот осветящийся дым и надшельники и на пятерки жезлов и на шестерки кубков и даже туз пентакль тоже озаряет данный свет сквозь смог и дым и еще мне нравится то что в барбара мурк каждому аркану написала послание то есть каждая карта имеет свое послание как младший аркан таки старше вот рыцарь час например мое сердце строгий учитель но я следую туда куда она меня ведет и так каждому аркану дано свое послание девиз который может раскрывать раскрывать оттенок карты еще ярче также я хочу сказать заключение вступительной части что данная колода для меня является особенно близкой а потому как я на курсе психологического таро как раз делала по ней презентацию и была очень обрадована и удивлена одновременно что на следующий день несколько коллег подошли ко мне и дали следующую обратную связь что им их так впечатлила данная колода хотя еще тогда с английского языка переводила эти послания пыталась сама как-то сделать перевод и привнести что-то туда свое что они ее заказали и даже одна из коллег сказала что она ее данная колода ей приснилось ночью во сне такой дает бессознательный отклик может давать данная колода ну что ж друзья мы конечно же все знаем что таро это прежде всего визуальное искусство поэтому давайте посмотрим деталях на это самое красивое искусство традиционно старший аркан и от открывает глупец который представлен всем панк таро барбары мург в роли трубочиста традиционно этот аркан означает момент до того как сделан первый шаг и очень интересный образ именно взгляда трубочиста с высоты крыши и традиционно конечно же этот архетипический образ трубочиста ассоциируется на с тем что люди смотрят на него сверху вниз и иногда насмехается над ним и над его странностями над его не совсем аккуратным внешним видом но в данном случае мы видим что он находится как раз над миром и смотрит на нашу реальность с другого а как бы плана бытия конечно же это момент перед началом самого бытия перед началом воплощение нашей души и в обычном раскладе этот аркан может вот прямо метафорически означать как бы послание спуститься с небес на землю здесь мы видим этот цвет о котором я вам уже говорила в начале который мы увидим в разных картах данной колоды и он может также означать внутренний свет внутри нас в концов в конце концов этот цвет приведет нас как бы домой это такой некий маяк когда выпадает этот аркан но он дает нам такой посыл что мы готовы отправиться в странстве свое духовное странствие там мы готовы что-то одного для себя открыть но мы должны следовать за внутренним светом и слышать или и слушать эту белую собачку которую никто не видит кроме нас самих и опиоса символизируют традиционная как дружбу так и доверие и поддержку и он появится у нас в колоде еще дважды мах мах а мы видим как концентрацию некой силы мы видим тот момент когда все его труды сходятся воедино и он чувствует эту энергию уверенно и управляет мах стоит на пентакле выставить правую ногу вперед то есть он говорит что он опирается на логику на силу своего разума около ноги у его ног скажем так жезл он опирается на его левой руке меч и он на него опирается и в правой руке он держит кубок конечно же мах традиционно здесь достаточно традиционная но то что я бы сказала в начале мы будем смотреть на особенности данной колоды который отличает ее от стандартного райдера и мы здесь видим нетрадиционные две свечи и две свечи напоминают нам конечно же о двойственной натуре архетипа мага о том как в каком направлении мы можем использовать свое мастерство а куда мы его направим на самосовершенствование на создание чего-то практичного и нужного помогу это всегда что-то материальное практичное или на возможность манипуляции обмана лицемерия ведь мах это великий трикстер и об этом не нужно забывать ну и конечно же жрица манипуляция это один из любимейших моих арканов данной колоде потому что она является как бы лицом этой колоды несмотря на то что во всех изданиях мы видим королеву кубку кстати с этой королевы кубки и началось сотрудничество сотрудничество барбары мур с художником или филом она увидела картину которая послужила прототипом королевы кубка но мне и многим с кем я говорила по этой колоде кстати эту колоду очень часто выбирают мужчины в своих запросах на бизнес разных ситуаций на профориентирование на выбор проектов потому как здесь же много вот такой энергии прогресса да вот которая и принесла викторианская эпоха и вот она эта колода узнаваем а кстати по жрицы и когда действительно выпадает эта карта дам ее в наше поле расклада и мы как будто бы садимся напротив этой жрицы как будто бы мы находимся у нее за столом и сейчас вот-вот приведутся в действие эти шестеренки вот этими приводными ремнями в виде двух знаков бесконечности и здесь 2 2 знака бесконечности тоже нетрадиционные для жрицы и приведут в движение весь этот вращаюсь вращающийся механизм сама жрица выглядит вполне в стиле стимпанка в духе стимпанка на ее голове находится цилиндр у нее летные очки на нем еще какое-то металлическое приспособление и конечно традиционно она означает мудрость нашу интуицию внутренний голос и понимание но особенностью здесь для меня является то что у нее правый глаз закрыт мы видим до прической а левый открытый левый глаз отвечает как раз за правая противоположная полушария мозга которая отвечает свою очередь за наше образное мышление за наше творческое начало за наша бессознательная в том числе и мы видим что все карты выложены перед жрицей как раз рубашкой рубашкой на нас смотрят они закрыты и как бы конечно же ответ уже жрицы известен но он еще нам не известен потому что мы не видим какие карты на других арканах когда мы будем видеть колоду карт мы будем видеть что они открыты практически мы в некоторых из них сможем рассмотреть какие-то марканы в некоторых не всегда мне удается это рассмотреть но она лукаво смотрит на нас жрица и как бы спрашивает а готовы вы ли узнать этот ответ готовы ли вы принять то что я сейчас перед тобой открою готовы ли вы к правде глубине к истинности этого ответа еще ее левая рука бессознательная часть активно положена она хрустальный шар такой традиционный тоже атрибут мантический и мы видим три единую луну символизирующую три единую богиню лунную таким образом в этом аркане сочетается тоже классические элементы виде три единой луны и не классические для жрицы такие как вот мы видим карты мы видим шестеренки две колонны мы видим одна как бы напоминает на белую другая темную тоже классический элемент но с не классическим исполнением императрица мне тоже нравится что она здесь как бы возлежит до не традиционно сидит а возлегает если можно так сказать и вместо царицы зеленой природы особенно на веканских на языческих так лодах мы видим до богиню такой зеленой природы зеленую богиню мы видим насыщенный красный такой алый цвет и и и накидки и и и мебели и штор то есть много в интерьере красного конечно которого цвета который одновременно является и символом страсти и крови и жизни и мы на императрице можем разглядеть циклы жизни и смерти создание разрушения цветение и плодоношение даже луна и солнце одновременно встречается у нас на императрице таким образом мы можем сделать вывод что императрица связана за цикл с цикличностью до с повторением элементов с круговоротом жизни мы видим также символ традиционный для императрицы венеры на ее подушки и ее руки здесь акцент на ее руках правая рука и и лежит на животе говоря о том что все ее творения является как бы частью ее самой исходят от нее рождаются ей как в прямом таких метафорическом фигуральном смысле а в левой руке она держит живое пламя с искрой такой энергии таким образом ее руки обозначают источник силы и конечно же императрица традиционно обозначает изобилие в нашей жизни рост и процветания и а вот такие округлые все формы обтекаемые подушки и живота и изгибы императрицы встречают контраст на императоре который у нас а такой прямолинейный у него прямые линии его трона конечно же наш император он отвечает за создание порядка и стабильности и если императрица является сущностью творческой силы основаны на повторяющихся нескончаемых циклов то император создает вот эти прямые линии это постоянство это прямолинейность надежность и стабильность конечно на его троне мы видим четыре элемента стихи что говорят о том что он даже управляет этими стихиями стабильно если у мага традиционные символы стихи да здесь обозначение элементов этих стихий которые уже находятся в если маг только тренируется ими управлять да и находит с ними контакт и император уже давно с ними управился и на эти как бы все элементы стихий находятся на службе императора по его уверенной замкнутой позе мы говорим о том что он уже за все спокоен все эти ресурсы находятся в его распоряжении мир и стабильность уже окружает его и это все руки в творении творение его рук да он уже это все создал себе и своим подданным и конечно же создал все системы жизнеобеспечения за которые ответственен император и в психологическом консультировании часто по императору напрашивается следующие вопросы которые связаны с ответственностью не уходим ли мы от ответственности а может быть напротив мы чрезмерно гипер ответственные и не умеем делегировать вопросы делегирования часто проходят по императору а может быть также такие темы как то что мы можем быть даже бунтовать или восставать против жестких правил и вообще наше отношение с со структурами и с жесткими какими-то консервативными правилами и вот одновременно со жрицей не хочу сказать 2 на том же уровне любимейший мой аркан этой колоды является эрофан посмотрите насколько здесь он нетрадиционно он вносит как бы живую веру в нашу повседневную жизнь здесь мы не видим никакую тиару коронующую верховного церковного служителя здесь мы видим человека простого человека сидящего на стуле перед детьми человека который идет по жизни своим путем можно назвать сам себе эрофан там до сам себе эрофан который создает свою собственную как бы жизненную мудрость свою философию а да он ознакомился уже со многими возможно священными текстами произведениями искусства он может руководствоваться внутренними духовными практиками и опытом и даже соединяться с природой не зря здесь дерево изображено и вот это все его питает уже внутренней с годами приобретенный с мудростью с опытом конечно же верой и он эту веру передает сейчас новому поколению которая внемлит ему видите девочка внимательно записывает конспектирует то что хочет донести император и в этом образном ряду выделяются а три элемента конечно же столб в виде книг который символизирует конечно знание накопленные духовные опыт человека дерево у нас олицетворяет и традицию и преемственность поколений да мы знаем что родовое древо символизирует у нас наш род и поэтому передача этих верований традиции которые проходят по императору традиционно у нас символизирует дерево которые также олицетворяют а то что на живое зеленое цветущие живую традицию то есть не та традиция которая уже канула века а живую традицию врожденное понимание добра и зла и дерево и книги передают как бы представляют как бы корни этой традиции и мудростью передаваемое из поколения в поколение третьим интересным символом нетрадиционным для иерофанта является яблоко которое он держит в правой руке и яблоко является таким тоже сложным символом который вызывает много ассоциативных рядов и одним из них а может быть то что описывает барбара мурс в своей книге что если разрезать яблоко поперек пополам его сердцевина образует пиктограмму символизирующий четыре стихии под руководством духа и конечно же здесь самый иерофант показан как мудрый и смиренный учитель вот здесь видно его не назидательность а именно а передача опыта через смирение и вот часто именно этот иерофант в этой колоде передает такие нотки именно терпение и смирение к как к окружающему миру так и подрастающему поколению которое совершенно другое с его постоянными вопросами с его новшествами с его иным взглядом на мир именно вот это смирение и терпение передачи опыта и знаний они через назидательства и директивные какие-то установки именно принятие часто идет по иерофанту как посыл как совет этого аркана часто выступает именно такой момент как проявить терпение проявить смирение и тогда ты будешь услышан тогда ты будешь понят тогда тот опыт который ты хочешь передать привнести видеть это может быть как метафора любого социума общества учеников клиентов если мы говорим о бизнес контексте контексте а какой-то микросоциума да если мы зависимость от рассматриваемой ситуации мы можем быть услышаны и наша наш посыл может быть воспринят вот это вот очень важный момент на влюбленных традиционно мы видим мужчину обозначающего огонь и воздух активные элементы и женщину обозначающую воду и землю как пассивные элементы не держат друг друга за руки и находится между двух столбов и здесь такое противостояние такая дыхотомия рукотворного и природного то о чем я говорила в начале для каких может быть во вступительной части когда на колоды для каких может быть типов запросов использована данная колода и здесь очень хорошо видна эта двойственность природная и сотворенная руками человека такое земное и цивилизованное и творение цивилизации и конечно же данный аркан может означать все классические наши варианты выбора принятия решения и любовь перед которой даже время останавливает свой ход как пишет в сопроводительной книге барбара мур и выбор который мы не могли сделать лучше я не мог сделать лучший выбор такое послание к данному аркану и конечно же мы в каждый момент времени делаем лучший выбор из всех возможных говорит базовая пресуппозиция нлп мы видим колесницу тоже довольно узнаваемую но с нетрадиционными элементами один из нетрадиционных элементов помимо того что животные у нас металлизированные тоже они различаются по цвету символизируют противоположные силы мы видим зонтик в руках у героини которая левой рукой обратите внимание управляет колесницей то есть своим инстинктивным началом а в правой рукой держит зонтик который является такой метафорой оружия потому как зонтик в произведениях классики часто служит орудием воли для достижения цели он может в сложенном состоянии являться прекрасным средством обороны поэтому здесь колесница очень целеустремленная и очень готовая готовая к любым препятствиям скажем так да и она может обеспечить движение в определенном направлении но мы должны быть вот обладать такой энергией колесничего как здесь наша прекрасная девушка готовая ко всему потому что среди тумана туманной такой туманного смога дыма мы не видим пути вперед возможно обратите внимание здесь тоже такая особенность аркана что путь впереди может быть заслонен туманом и готовность пройти сквозь эту преграду сила является 3 по счету но не 3 по значимости а равнозначным моим любимым арканом наравне со жрицей и серафантом очень интересная здесь иконография она отличается от классики тем что традиционно и уникальной силы в этом в данной колоде что традиционно мы знаем что мы видим противостояние льва и человека особенно это видно на старинных колодах стимпанк отличается тем что у делу между девушкой и любом нет противостояния как в классике да мы говорим о том что эта карта исцеление и подчинение льва как метафора нашей теневой стороны по концепции юнга не через грубую силу а через милосердие и помощь и такую взаимопомощь недаром посланием девизом данному аркану барбара амур подобрала следующие слова благодарю тебя за помощь вместо того чтобы съесть тебя я буду служить тебе и действительно когда мы признаем свою теневую сторону свои теневые аспекты личности которые конечно же безусловно когда-то испытали травму поэтому они были вытеснены и тогда они начинают служить нам а не конфликтовать и воевать с нами и если игнорировать или отвергать их то они конечно же могут воспалиться как это рана у льва из которой девушка достала шестеренку и начать нам напоминать о себе уже в другой болезненный способ следующий старший аркан у нас отшельники мы видим мужчину который стоит на горе напоминающую гору мусора которая из всяких металлических деталей в том числе шестеренок и других обломков цивилизации он он стоит на этом возвышение как бы метафорически напоминающим кучу уже отжившей ненужной переработанной возможно информации идей либо учений на которыми мы уже смогли возвыситься то есть мы прошли путь своего своих странствий и уже освоили переработали эту кучу мусора как метафору всего вышеперечисленного и уже стоим и смотрим вдаль тем не менее опираясь на эту основу на которую через которую можно видеть мир и отвернутая и принятая информация естественно вносит вклад понимания нашего и отшельника и посыл данного аркана очень метафорически точен для нашего современного мира то что на фоне интеллектуального шума массы разрозненной информации массы учений есть опасность того что наш собственный голос символизирующий этим фонарем в котором такой квантовый энергетический свет будет не услышан и конечно же метафора того что городские огни и смог создаваемый продуктами цивилизованного мира заслоняют небо и звезды от нас и для того чтобы ясно их увидеть нужно выйти за пределы цивилизованного мира да за пределы суеты и посыл этого аркана как раз очень как нельзя актуален уединиться от шумной толпы выехать за пределы шумного города уйти на время от какого-то от от каких-то достояний цивилизации для того чтобы побыть в одиночестве ведь во тьме и тишине мы сможем увидеть яркий блеск ответов на наши вопросы вот такая метафорическая метафорическое послание отшельников синпанг-таро колесо очень с одной стороны традиционно но очень осовременно я бы сказала здесь множество символов как алхимических так и математических формул знаки зодиака здесь элементы стихий алхимический пентакль и так дальше и так дальше конечно же колесо традиционно у нас символизирует цикличность циклы жизни которые повторяются снова и снова законы вселенной которые управляют миром физических явлений и одновременно с этим с такой заданностью с предназначенностью колесо в стимпанке также символизирует о том что случайность такая же часть жизни как ее естественный порядок такая же равноценная часть жизни как просчет и планы как бы на нашу жизнь ведь не зря здесь только обозначена форму как будто бы все рассчитано план жизни уже у нас четко рассчитан и измерен с точностью геометрических и математических формул но случайность может крутануть это колесо в любую из сторон и не нужно об этом забывать и одиннадцатый аркан справедливости традиционно напоминает нам о взаимосвязи между нашими поступками и ответственностью за них и как символы наших поступков мы видим драгоценные камни на одной чаше весов и на другой чаше весов лежит перо весь чистого сердца и открытой души и конечно же в дежидневной нашей повседневной жизни очень трудно поддерживать такое хрупкое равновесие между камнями и легким пером как обозначенными метафорами и особенностью этого аркана является то что из левой руки то есть из нашего интуитивного бессознательного начала выпадают карты те самые карты которые возможно в данный момент когда приходит в чтение в наше чтение справедливость мы выбрали для себя и здесь конечно камера не предаст но здесь можно разглядеть достаточно четко видно три аркана это повешенный королева жезлов и восьмерка мечей и таинственная четвертая карта таким образом у нас получается такой некий триплет как бы вы его прочли для себя а мы переходим к повешенному и повешенный здесь довольно традиционный отличие является то что у него и руки а обратите внимание связаны но если наш повешенный или подвешенный как я люблю говорить действия его скованы рука творением рук человека цепью металлической то руки его связаны каким-то растением напоминающим плющ вьющимся да то есть символом природы и конечно же иногда нам нужно в переносном или даже в буквальном смысле перевернуться с ног на голову как повешенному потому что все что нужно это небольшой сдвиг восприятие который дает такое положение метафорически визуально как изменить свое восприятие сделай сдвиг в своем сознании поменяй точку зрения посмотри под другим углом и так дальше и так дальше и поэтому повешены довольно таки традиционные здесь с некоторыми элементами и даже нимф образует мозаика позади него смерть смерть здесь такая особенная тем что конечно визуальная метафора несет нам такую какую-то спокойную печаль тем самым как смыслов смысловой посыл аркана говорит нам о том что конец который изображен здесь он всего лишь открывает возможность для преображения и конечно же психологически этот аркан показывает и горевание и проживание травмы и оплакывание ушедшего которое ушло естественно и по понятным причинам и опыт проживания печали и когда конечно же все что мы это испытываем это важно проживать и это является частью нашего неотъемлемого опыта необходимого для того чтобы двигаться дальше и вот основной для меня смысл тринадцатого аркана в данной колоде что необходимо движение дальше потому что на переднем плане мы видим символ лошади которая уносит смерть вперед то есть как бы движение вперед не застывание в травме а движение вперед к своим переработанному опыту который даст нам путь к нашей дальнейшей трансформации умеренность умеренность здесь настолько грациозно и величественно что обратите внимание насколько она спокойно и умиротворенно она уравновешена и полностью окажется виртуозно владеет собой то есть это образец самовладения не могу подобрать слово сейчас когда человек полностью управляет своими эмоциями как наша умеренность управляет этими шестеренками которые вращают воду она находится как бы мы видим что она находится в физическом мире ну как бы она очевидно что она и поддерживает связь с божественным началом иными словами она находится в нужном месте и в нужное время здесь такая какая-то передается несмотря на такой современный стимпанковский образ такая отсылка идет к пути буддизма идея буддизма что правильная не является ни черным ни белым что надо принимать природу вещей такими какие она она они являются на самом деле не окрашивать их в какие-то наши социальные мерки а что всему имеет место быть все возможно можно и если успокоиться и послушать прислушаться к себе то можно внутри себя найти ответ что правильно для вас в конкретный момент времени а не для общественного мнения правильное находится внутри нас и вот такая вот умеленность которая находится как бы в центре колеса фортуны которая является вот образцом спокойствия взвешенности и принятия решений именно соединения разума и божественного внутреннего нашего начала нашего высшего я дьявол дьявол снято множество фильмов вы знаете когда машины восстают против людей когда творение человека оборачивается против него самого это может быть метафорой как техногенных катастроф так и вот этим вот этой идеи которая очень сейчас расширена да и в компьютерных играх и фильмах когда роботы начинают жить своей жизнью и у них появляется как эмоциональные интеллекты они начинают быть такое слово приведу очеловечены становятся очеловеченными то есть приобретают свойства человека и в конце концов они начинают воевать становятся на противоположную сторону к людству к человечеству да и мы видим что здесь как раз к этой машине дьявольской привязаны ниточки и он уже управляет мужчиной и женщиной руководит как марионетками чтобы они инструментами воевали друг против друга либо делали то что хочет этот дьявол конечно психологический посыл данного аркана говорит о том что посмотрите на то что вы делаете что вы творите руками ментально то есть на и на свою идею на свой проект на свою работу на свое творчество то есть на предмет своего творения которое отнимает у вас массы силы в которой вы поглощены полностью без оглядки и в которой вы находитесь уже в некой зависимости потому что оно для вас настолько становится большим как гиперидея какая-то приобретает гиперзначимость что вы не можете уже представить свою жизнь без него и вот эта форма зависимости это предмета вашей деятельности и является в данном случае для вас вашим дьяволом и он пожирает все ресурсы всю энергию и наконец самое ценное что есть у нас это нашу жизнь время и жизненные силы вот такой интересный дьявол всем панк Таро Барбары Мур очень всем панк мне нравится что башня здесь показана в виде дерева но с элементами человеческого влияния в виде домов на дерево на дереве и конечно же молния рано или поздно ударяет во все то что мы возводим пестим лелеем чему придаем сверх значимости начинаем в конце концов привязываться любить это то есть это все наши всевозможные конструкции которые выглядят в виде систем взглядов наших философских воззрений духовных течений и попросту говоря нашего привычного образа жизни они призваны как бы обогатить нашу жизнь и дать нам надежную опору но когда конструкции одерживают верх над духом то есть они становятся для нас сверхзначимы сверхзначимыми они больше не служат нам для нашей эволюции духовной для нашей благой цели и вещь которую мы создаем для обогащения своей жизни становится как бы препятствием к этому обогащению и теперь на карте башня конечно же она разрушается естественная реакция вселенной уничтожить такую конструкцию чтобы спасти нашу душу нашу жизнь во имя дальнейшей эволюции и настоящая работа начинается после кораблекорушения потому что важно посмотреть по старшему аркану башни не на то что сгорело а на то что осталось и доказало свою ценность как бы прошло испытание огнем и собрать все остатки оставшегося и встроить свою новую конструкцию своей новой жизни ну и как девизом данного аркана является общеизвестное утверждение то что нас не убивают делает нас сильнее звезда довольно таки традиционной мне очень нравится что она в таких красивых текучих обтекаемых одеждах она сидит на этом приборе известном которое используется для измерения расстояния между звездами метатрон по моему если меня не ошибает я не ошибаюсь да он называется и левой рукой она излучает энергию как бы как символ знак того что она дарит нам надежду имей веру я буду озарять твой путь я буду твоей путеводной звездой звездой такое мета послание несет визуальный образ данного старшего аркана очень умиротворенная энергия мне здесь нравится что здесь никто ничего не льет не не как дань эпохи водолеев да традиционная иконопись а та что иконография да а та что во многих современных сейчас колодах то что звезда изображается именно вот таким символом который действительно олицетворяет вот вселенную надежду акцент именно видите на вселенной на звездном небе и на на нашей надежды очень интересная луна в стиле стимпанка мы видим что здесь нетрадиционного здесь собака и кот а не волк находится на противоположных берегах данного водоема и механизированный такой робот рака робот лангуст выполн выползает из данного водоема и две такие металлические механизированные башни своими прожекторами освещают луну и создается такое впечатление это все настоящее живое или это какая-то какой-то сценический образ освещается моя проектами луна она уже не кажется живой либо она настоящая либо она асценическая то есть вот такая иллюзорность передается через вот такой образ что живое это или постановочное механизированное да настоящее это либо как в том папе Карла холст нарисов костер очах нарисован на холсте его можно легко проткнуть вот такие иллюзии задает нам луна в стимпанк таро ну и солнце очень традиционная яркая карта которая на солнце мы видим уже знакомого нам шута из налевого старшего аркана посмотрите но теперь он весел он танцует с прекрасной девушкой блондинкой мы еще ее раз увидим или даже не единожды в колоде и на этом старшем аркане мы видим вот ту именно взаимосвязь о которой говорила в начале которая очень хорошо тут выражена как мы видим соединение природного и того плода человеческих рук механистического механизированного да вот это дахотомия и соединение противоположностей мы видим эту взаимосвязь здесь между женщиной и мужчиной между солнцем и собакой как между символами рациональных мужчина и солнца начала и интуитивного женщина и собака начала которые конечно же которые вместе все создают единую гармонию сияют таким внешним и внутренним светом и равновесие показывает здесь старший аркан солнца между творением человеческих рук механизированный забор и природой в виде подсолнухов все существует в гармонии на старшем аркане солнца все говорит о совершенстве и гармонии еще пожалуй о том что важную мысль несет старший аркан солнца что мы можем с природой мы как люди сосуществовать в партнерских гармоничных отношениях мы можем не нарушая природу возводить свои строить свой современный мир и возводить свои конструкции и не зря здесь солнце это изображено как реальное изображение солнца часто рисуемое и обрамленная шестеренка мы можем дружить с нашей землей с нашей природой и очень интересная подача суда двадцатого старшего аркана мы видим крушение дирижабля воздушного сломанный механизм вращающийся да и ангела с граммофоном который трубить свою музыку и здесь очень метафоричный старший аркан суд и у многих возникают вот эти ассоциации что после крушения после автокатастрофы авиакатастрофы после крушения до транспортного средства люди воскресают и или кто-то выживает тут очень много мы видим что один участник крушения еще даже не поднял глаз он как бы не слышит эту музыку да либо он уже не способен ее услышать но если мы рассматриваем метафорически данный образ то мы говорим что о том что вот эта ангельская музыка когда приходит в нашу жизнь она больше не физического плана имеет направленность да а духовного этот аркан говорит что ваша жизнь движется в неправильном направлении может сломаться как это дирижабль да и пришло время переключиться на другую передачу такая вот метафора еще мне понравилось что барбара амур пишет свои книги что она бы предпочла этот аркан называть по-другому например таким названием как воскрешение оживление и обновление мне очень нравится что во многих колодах современных старший аркан суд 20 именно переименован как воскрешение и по-моему в хрониках таро или где-то еще я читала или в друид крафт таро что изначально он так и назывался как воскрешение да в каких-то исторических колодах и когда конечно эта карта появляется в нашем чтении в наших раскладах то конечно же это для нас очень четкий символьный знак что мы должны сделать то к чему давно стремилась наша душа не зря здесь вот душа женщины уже откликается на эту ангельскую музыку ну и мировая танцовщица в заключительном старшем аркани мир мы говорим всегда что втором много карт символизирующих окончание или завершение ну к примеру все десятки вы знаете является окончанием масти либо стихии смерть и башня символизирует естественное завершение пути либо спонтанное здесь на мере мы видим успешное завершение пути и это не исчерпанно ситуации описываемое десятками неестественное или неожиданное завершение чего-либо символизирующего смертью или башней это окончание чего-то что было начато нами еще наверное в нолевом старшем аркане на чем мы трудились к чему мы стремились и над чем мы работали это как бы заслуженное да если можно так выразиться желанное окончание пути и конечно мы видим традиционно символы четырех стихий и вместо венка или уробороса мы видим большую шестеренку потому что друзья мы рассматриваем стимпанк второй конечно же металл шестеренки латуни сталь это друзья стимпанка вот такие были интересные старшие арканы стимпанк таро надеюсь я какие-то акценты смогла до вас донести нетрадиционные для достаточно классической колоды такой как является стимпанк таро и сейчас мы в следующем разделе посмотрим очень кратко младшие арканы и младшие арканы мы посмотрим довольно кратко так как колода является очень классической и все значения присущие традиционной системе уэйта конечно же находит свое отражение в данной колоде стимпанк таро под редакцией барбары мур так во время путешествия по масти жезлов мы встретимся с историями человеческих страстей человеческой воли в масти час мы традиционно увидим наши взаимоотношения и нашу эмоциональную сферу в масти мечей наши мысли а в масти пентакли наш физический опыт и на всех тузах в стимпанк таро мы видим конечно же металлизированные предметы так в тузе жезлов металл руки и жезла укрепляются и очищаются огнем в виде свечей горящих шестеренки украшающие данный жезл говорят о воле человека и о том что он может сотворять своими действиями забудьте о большом взрыве я могу зажечь вселенную из этого крошечной искры такое послание несет в себе туз жезлов на тузе чаш мы видим даже голубь у нас как статуэтка из металла конечно же классическое значение тоже самое у нас это возможность эмоционального опыта или развития и о том будет говорить нам данная чаша украшенная опять таки шестеренками что у сердца есть свои причины которые рассудок никогда не сможет понять меч у нас символизирует и туз мечей как символ истины рассудка и знания и говорят что истина делает человека свободным и это дар и это мы можем конечно же оценить по той энергии высвобождающейся из этих аппаратов и которую привел в действие наверно наверняка данный энергия данного туза меча данный меч в пентакли мы уже с вами встречались в пентакли и здесь у нас потенциал целого мира содержится которая держит эта же металлическая рука подсвечивается светом и здесь есть конечно же элементы природы потому что наша масть пентакли говорит о нашем прежде всего физическом мире о физическом теле о практическом опыте и о нашей связи с природой двойки на двойке жезлов мы видим традиционно человека держащего шар который обозначает что у нас есть ресурсы и возможность выбора очень классная двойка кубков на которой мы видим как двое вливают противоположные энергии из своих чаш в какую-то алхимическую емкость и сотворяют вот эту алхимию соединения символизирующие знаком инь и янь соединение двойственности соединение противоположности все о том о чем мы говорили во вступительной части в очень красивый аркан в своем изображении как раз что в инь содержится точечка и частичка янь а в янь содержится частичка инь замечательная подача двойки мечей прекрасная балерина балансирующая на шестеренке стоящая в пуантах с двумя мечами конечно же традиционно символизирует конфликт между сердцем и разумом наш и то что мы должны принять решение куда собираться куда мы собираемся отправиться каким путем путем нашей интуиции наших чувств нашего сердца или путем нашего разума вот такой непростой выбор по двойке но здесь нет не видно обреченности вот в этом и есть какая какая-то особенность данного аркана в стимпанк таро здесь есть по ее уверенной позе по ее силе воли что она может с этим выбором справиться а возможно их и соединить в себе очень красивая подача двойки пентаклей когда целеустремленная девушка очень напоминающая мне образ мэри поппинс едет на таком велосипеде как которые смыкаются знаком бесконечности и она бесконечно может долго гнать этот велосипед как знаменитой песни и думаю я смогу это сделать а что сделать конечно же сохранить равновесие сохранить баланс об этом наша двойка пентаклей троечки на тройке жеслов мы видим что требуется огромная энергия для того чтобы вытянуть на берег крупную рыбу поэтому наш герой зажег три фонаря обозначающий его энергетический потенциал для того чтобы он смог привлечь свой проект к успеху тройка кубков мне нравится какие здесь разные энергии соединены вместе три женщины беседуют это исследовательница летчица и предсказательница то есть такое трио которое собирает различные энергии воедино и они могут находить не только общий язык а им нравится совместное время провождения не могут обогатить своим общением друг друга тройка пентак тройка мечи здесь конечно в колоде стимпанк таро барбары мур вне конкуренции потому что посмотрите как на это изображение металл механизированное сердце проткнутое мечами и обратите внимание один меч даже сломан и мы говорим о том что конечно же по тройке классически это наша печаль наши эмоции вызванные знанием то есть наши мета эмоции когда мы раним своими же мыслями своими же мысли формами себя здесь конечно же возвышенные устремления разума соединились с мелодраматическими и непредсказуемыми порывами нашего сердца и о чем говорят вот эти а лишние детали что конечно же раны заживут но мир уже не будет как прежде а таким как он был раньше это как дети собирают разбирают какое-то устройство например машинку а потом собирают либо конструкторы всегда остаются лишние детали которые они не нашли которым не нашлось в их конструктиве места так вот конечно же починить можно любое устройство но оно уже будет не такое как прежде сломанная чашка даже склеенная будет иметь совершенно другой вкус содержащего напитка в ней вот об этом тройка очень метафорично в стимпанк таро говорит тройка пентакли также несет себе классную метафору мы видим что эти люди трое занимаются строителем собора такое как союз духовного и материального духа и материи и здесь мы видим три опять-таки как и на тройке кубков три разные энергии либо три различные аспекты личности нас самих же например здесь мы видим инженера читающего чертеж видим прорицательницу читающую карту и видим мастерицу которая делает что-то своими руками и метафорическое значение данного аркана может иметь следующее что у каждого из нас есть вдохновение потребность в знаниях и умение совершать что-то своими руками свое мастерство например да не обязательно руками но делать что-то делание и когда мы совмещаем себе все эти три качества то создаем свои лучшие шедевральные творения таким образом карта может служить нам напоминанием о необходимости сбалансированного подхода к нашим проектам к нашим целям и к тому что мы делаем наши четверочки конечно же говорят традиционно о стабильности об устойчивости и возможно о неком застое либо об отдыхе как говорит четверка жезлов и если у вас нет повода для радости это ваша собственная ошибка такое послание данного аркана я забыла вначале сказать что здесь на четверке жезлов мы тоже видим карту но она к нам повернута рубашкой вот у девушки в голубом одеянии и мы видим только рубашку с шестеренками но не видим чему так озадачена либо удивленная эта девушка возможно здесь либо подсказка как провести праздник либо что пора его сделать либо какая-то важная информация что она даже отвлекла ее от работы такое впечатление что она ее нашла совершенно случайно тоже очень интересный элемент ну четверка кубков достаточно традиционно мы видим такую застойную энергию либо такую вяло текущую наш герой не видит самого красивого кубка стоящего позади него он положил ноги на стол у него закрытая поза вот это интересный тоже такой момент о том что он сейчас думает и ушел в глубокий мир собственных переживаний говорит данный аркан вот четверка мечей имеет несколько смысловых особенностей во-первых наш герой держится левой рукой интуитивно нашим началом за меч то есть он прекрасно понимает о том что он в любой момент может действовать точнее даже не понимает а чувствует потому что интуитивной рукой он держится за меч а то есть за образ своих мыслей здесь много символов часов говорящих о времени о на самом его ложе часы и песочные часы конечно данные символы дают понять что развитие событий это лишь вопрос времени и о важности времени взятия тайм-аута паузы какой-то некий для наших размышлений и конечно же для того чтобы потратить инвестировать скорее правильнее будет сказать данное время на про строение будущих действий на будущих событий ведь у нас есть замечательная способность воображать и моделировать будущее и конструировать ход способностей это функция ход событий ну и способности наших в том числе если мы хотим себе какие-то качества простроить промоделировать это функция нашего разума и вы все знаете что очень много есть техник и методик тот же метод сильва об этом говорит что в альфа состоянии в котором скорее всего находится наш персонаж наш герой аркана между сном и бодрствование мы можем создавать свою будущую реальность очень интересный изобразительный ряд представлен на четверке пентаклей мы здесь видим две руки руку человеческую живую да и руку металлическую как плод творения человеческих живых рук и одна питает другое питает материальной энергией конечно же данное изображение говорит нам прежде всего стимпанк 2 об экономии как об разумной вещи о том что необходимо откладывать ресурсы накапливать ресурсы и это является разумной вещью и чтобы она не перешла в стагнацию то конечно же необходимо со временем потом данные накопления инвестировать накопления как метафора это могут быть и накопленные знания которые не пришло время уже передавать в мир отдал передавать другим людям и так дальше потому как чтоб не было застойной энергии как в мертвое море впадает водоемы и ничего не выходит застой любого застой любого вида энергии конечно же может не наносить и стагнацию и такой не совсем хороший характер поэтому здесь тоже надо соблюдать по четверке некий баланс ведь четверка раскладывается у нас любая на две двойки а двойка это всегда про баланс вот такие интересные четверки в симпанктору пятерки которые у нас традиционно символизируют первый внешний кризис масти и каждый по-своему с ними справляется так на пятерке жезлов мы традиционно видим борьбу некую конкуренцию которая больше напоминает какой-то бизнес консалтинг какой-то коучинг и о том что люди хотят каждый вынести из этого свое и стать более успешными и лучше потому что мать жезлов у нас же про успех пятерка чаш здесь интересно представлена тем что есть второй персонаж на карте и послание карты голосит что я сказала ему чтобы он не расстраивался но он зашел слишком далеко в своем горе и не мог остановиться конечно мы здесь видим прекрасную прекрасную метафору когда девушка на подносе предлагает еще два кубка целых целостных да неопрокинутых но наш второй герой конечно же на них не смотрит как и на саму прекрасную девушку с которой бы он мог пообщаться найти какое-то утешение совет эмоциональную поддержку о чем и говорят масти кубков и очень нетрадиционно но очень метафорично предоставлены представлена пятерка мечей конечно же это мы видим здесь при детальном рассмотрении все традиционные как бы значения но давайте посмотрим мы видим мужчину в красном сюртуке с внушительным устройством для сбора мечей вот это устройство это оказывается устройство для сбора мечей и он выглядит таким солидным победителем с цилиндром на голове в то время как другие участники не выглядят счастливым счастливыми от этой ситуации и женщине приходится отдавать ему свой меч то есть это метафора про что что он победил в каком-то о ментальном споре возможно да в какой-то в какой-то словесной баталии и женщина приносит ему свое мнение но это не делает ее счастливой поэтому конечно же традиционная пятерка мечей у нас означает первую победу и очень такая метафора классная которая распаковывает смысл данной данного аркана в том что даже когда мы вынуждены согласиться или пойти на компромисс с другим участником даже спора да или баталии то не всегда люди это принимают и часто думают так как какое послание Барбара Мур дает как цитату к данному аркану сейчас он может иметь все мечи но я ручаюсь что кто-нибудь найдет способ заколоть его в спину то есть это друзья о том что когда-нибудь и он проиграет какую-нибудь баталию словесную либо его мыслеформы потерпят крушение и так дальше пятерка пентакли кажется очень традиционной и она такой действительно является помимо кроме того что мы здесь явно видим детей изображенных на этом аркане и витрину витраж церкви на либо храма на заднем плане мне очень нравится что здесь Барбара Мур добавила вот элементы стихи мы видим да на эти шестеренки с пентаклями но что символизирует церковь едва заметная на заднем плане возможно означает ли она что помощь близка но дети ее не видят и проходят мимо а может быть эта церковь утратила проницательность и сострадание вот и именно а в гютбуке да в о котором пишет Барбара Мур она задается такими вопросами и действительно это более дает нам глубинный даже не глубокий а глубинный взгляд на символизм данного аркана пятерки пентаклей и наши шестерки традиционно являются оптимальным положением каждой масти и конечно же жезлы для себя мечтают о победе о социальном успехе что мы видим отражение на шестерке жезлов степан ктаро что победитель въезжает в город и его все приветствуют победителю достается почести и славы но въезжает он на таком металлизированном коне отдаленно напоминающим нам метафору троянского коня шестерка кубков очень интересно сквозь язык и иконографию данной колоды что в потаенном уголке промышленного района есть скрытый оазис такая маленькая цветочная лавка и за невзрачной одеждой есть невидимые сокровища мечты и желания этот аркан прежде всего говорит часто проигрывается о том что за нашей повседневностью за суетой за нашей социальной занятостью за нашими социальными амбициями когда мы бежим бежим реализовывать себя в любых смыслах а мы забываем о нашей эмоциональной сфере но всегда в нашей социальной жизни должен присутствовать такое такая цветочная лавка такой зеленый оазис где мы можем эмоционально отдохнуть и здесь конечно же можно вести разговоры и об эмоциональном интеллекте а не только интеллекте ментальном который мы развиваем и о том что дает много понятий стимпанк таро когда была такая вот революция прогресса что ментальный наш интеллект не менее важен очень интересная шестерка мечей мы видим двое летящих на дирижабле и такая классная метафора послания к данному аркану что дама всегда знает когда пора уйти конечно же здесь показан выход из ситуации с помощью другого человека и конечно же прямо на глядя на этот аркан чувствуется ветер перемен и хочется с уверенностью сквозь летные очки глядеть в призму своего будущего очень также интересно шестерка пентаклей подана мы видим здесь распределение традиционно конечно же материальных ресурсов но мы видим что на одной чаше весов взвешивается книги а на другой чаше весов монеты и девочка с пустыми руками тянется к дарительнице за монетами а мальчик такое впечатление что удовлетворен книгой тоже интересный баланс между ресурсами ведь знания это колоссальный ресурс и материальные и монеты символизирующие материю материальный ресурс то есть такой выбор да выбор видов ресурсов тут тоже как-то неожиданно дает шестерка пентаклей и конечно же это аркан традиционно напоминает нам о том что всякая помощь должна быть уместна и достаточно то есть каждому надо помогать в том ресурсе в котором он нуждается в данный момент времени и тот кто имеет конечно же данный ресурс решает как и кому следует их выделить но делать это следует так чтобы положение просителя не было еще более затруднительным то есть не унижая дарить не унижая там того кому кому ты даришь либо даешь вот интересные такие маленькие вкусности маленькие нюансики распаковывают стимпанк таро ну в семерках конечно же мы традиционно встречаемся с вами со вторым кризисом масти называем внутренним кризисом и семерка жезлов готова отстаивать свои позиции от различных мнений от различных нападок свои границы она будет отстаивать с уверенностью хладнокровностью и до последнего уверенная в своей силе и правоте и обратите внимание сколько здесь разные жезлы которые тоже может метафорически означать различные концепции против которых будет наша героиня противостоять и то за что она борется какие вопросы у нас будут по этому аркану за что ты готова идти до последнего за какую концепцию за какую идею за какой проект за какую сферу своей жизни и так дальше семерка кубков конечно же тоже выглядит традиционно просто стоит мужчина перед витриной в которой лежат все те же практически символы которые мы видим и драконы и богатство и змей и замок который мы видим в классических колодах но здесь конечно же очень интересный момент выбора и не зря Барбара Мур в послании в девизе к данному аркану дает следующую цитату что в этом моменте существуют все возможные варианты будущего до тех пор пока вы не выберете один из них и по моему в мастер-классе по масти кубков я говорила что отлично для меня самый сложный выбор не по двойке мячей а вот по семерке кубков а для вас как вы когда рефлексируете оцениваете свои выборы ведь держится много арканов с выбором те же влюбленные практически все двойки и семерка кубков тоже о выборе помимо всех других конечно же значений очень интересно мне было читать о семерке мечей и сопоставлять с тем визуальным рядом которым я здесь могу наблюдать и вы в том числе вот здесь интересная дверь символ двери и когда я вижу в колодах дверь для меня это очень всегда значимый символ как будто бы девушка вышла откуда-то да дверь закрыта но вот этот глаз как всевидящее око за ней подсматривает и барбара амур пишет что дверь здание в этой в этом аркане из которого вышла наша героиня символизирует наше общество то есть наш социум она сейчас находится вне общества вне социума но это общество наблюдает за ней оценивает ее возможно судит либо осуждает ее но она провозглашает свою уникальность свою отделенность да от толпы от общества свою инаковость и даже если мечи принадлежат ей посмотрите как она бережно и сжимает не желая делиться ни с кем даже если эти мечи в виде идей мыслей каких-то новаторских идей нестандартного мышления принадлежат ей она просто отказывается сейчас в данный момент с кем-либо делиться ими и конечно же общество считает это так в лапках кражей которая таким поступком предосудительным табуируемым и так дальше вот интересная такая распаковка метафоры об информации если тут конечно же проходит все могут в зависимости от картины расклада от запроса клиента проходить и промышленные шпионажи и кража идей кража в соцсетях и так дальше и когда вот именно стимпанк таро в семерке кубков дает семерке мечей прошу прощения уже оговариваюсь дает такое значение потому что дверь с этим глазом как наблюдающая что-то большая фигура да расстановочными терминами по отношению к меньшей фигуре ну и семерка пентакли здесь тоже дает такой нюанс смысловой как перфекционизм мы видим героя который стремится к совершенству к идеальности он делает паузу и осматривает свою оранжерею свой сад все ли хорошо мы и так видим что все идеально но он что-то записывает какие-то нюансы то есть проблема перфекционизма здесь очень хорошо высветляется в семерке пентаклей восьмерки лично мне восьмерка жезлов симпанк Тару Барбары Мору всегда напоминает знаменитую песенку группы технологии если я не ошибаюсь нажми на кнопку и получишь результат и твоя мечта осуществится мы видим что мы можем нажать на кнопку огонь но надо помнить что нельзя будет потом все вернуть обратно откатить мы видим как человек запускает посмотрите какие все различные восемь жезлов не похожи друг на друга запускает энергию потенциал запускает свое желание на исполнение во вселенной конечно события будут приходить в движение быстро и достигнут итогового результата возможно но особенностью здесь является той мне нравятся те колоды в которых восьмерка жезлов содержит персонажа приводящего эти жезлы в движение мы видим механизм и персонажа который привел в движение эти восемь жезлов восьмерка чаш очень интересные арканы конечно же вы без труда можете заметить его связь колесо фортуны со старшим арканом десятым колесо фортуны не только по математическим формулам мне нравится квадратный корень из бесконечности здесь по форме чаши в виде колеса очень много связей и возможно можно соединять данные значения конечно же традиционно восьмерка кубков говорит что важно знать не только где вы находитесь а еще важнее знать где вы собираетесь быть и мы видим здесь девушку как бы механика которая подчинила данный агрегат что ли да либо механизм запустила его в действие и она исчерпала свой интерес у нее по-прежнему осталась любовь к этому детищу но она выбирает двигаться дальше здесь очень интересно психологические моменты просматриваются по восьмерке кубков именно в степанк таро о том чтобы о не застревании в своем детище детище каждая у каждого запроса свое это детище могут быть как реальные наши дети так и проекты работа привычка к тому что когда уже все запущено в действие и уже все отполировано точно до мелочи пора двигаться дальше или отпускать детей из родительского гнезда либо начинать новый стартап проект у каждого будет это конечно же свои ситуации но здесь конечно же очень хорошо акцентируют то что циклы по кругам да здесь несколько элементов кругов цикличность и переход на новый цикл и связь с колесом фортуны здесь очевидно восьмерка мечей достаточно традиционно и конечно говорит о том нам что когда нельзя видеть окружай окружающую обстановку да вообще когда орган зрения отключен то конечно же все остальные чувства обостряются чрезвычайно и делают такую компенсаторную функцию и конечно же здесь традиционное значение восьмерки мечей как и восьмерки пентаклей но обратите внимание какие красивые разные все пентакли здесь мастерство тщательная работа внимательность к деталям любовь к своей работе оттачивание этого мастерства очевидны вот такие у нас были стимпанк таро восьмерочки и девятки как результирующие карты арканы каждая масти в десятках мы будем видеть итог в девятках результат и девятка жезлов здесь мне напоминает какую-то подводную лодку затрать люки держать обороны да здесь явно прослеживается аспект последнего рубежа последней линии обороны и особенностью является то что здесь мы видим замкнутое пространство то есть мы готовы отстаивать свои желания свои амбиции в таких даже неестественных можно сказать условиях девятка кубков это конечно же традиционная карта исполнения желаний мы видим тот же бар только уже не как на пятерке только уже никто не плачет и хозяйка приветливо приветствует нас все кубки наполнены все наши эмоции сбалансированы девятка мечей у нас это имеет такую особенность что все эти мечи имеют вместо рукоятки элементы различных птиц да либо похожих даже чего-то крылатого кстати я забыла сказать на четверке мечей мы тоже по наряду с часами как механическим устройством песочными часами интересная особенность является ворон сидящий на подоконнике конечно же все пернатые крылатые символизируют масть мечей но тут еще особенность то что ворон является таким мудрым животным которое да тоже очень часто приписывает ему такие способности вспомните ворона иодина которые летали между мирами и тут когда мужчина моделирует просраивает с помощью мысли форм своего сознания своего мозга интеллекта да свое и какие-то свое будущее возможное то ворон как раз может означать деталь ворона сидящего на окне что между мирами что все возможно физическое мире материализуется с помощью мысли и здесь на девятке же напротив слишком много этих пернатых они имеют устрашающий ужасающий вид и как послание конечно этого аркана что надо разделить этих птиц разделить то есть поочередно как ситом просеет такая метафора да с помощью своей же логики рассмотреть их по отдельности и есть слона всегда нужно по частям да и решать проблемы поочередно потому что конечно когда все они наваливаются не только бессонные ночи грозят но и все проявления психосоматики девятка пентаклей очень достаточно традиционно красиво изображена здесь мы видим карту аркан независимости и удовлетворения всеми ресурсами которые являются есть распоряжение данного персонажа персонажки в том числе такая красивая птица и десятки как итог каждой масти и десятка жезлов на мой взгляд является одной из самых красивых карт колоды но также еще ее особенность в том что в классической иконографии у этого десятки жезлов мы видим что тяжелая ноша сгибает человеческую спину под тяжестью жезлов на этой же карте тяжелые жезлы не сломили героиню а напротив словно подталкивает ее идти вперед этот опыт наполняет ее решимостью и дает ей силу на пути к цели мне мне нравится колоды в которых вот десятка жезлов выглядит более оптимистично как мы видим это всем панк таро бар бар и мур другой особенностью я во вступительной части говорила что на этой колоде мы видим на этой аркане мы видим как будто бы рассыпанную колоду карт и здесь можно различить некоторые арканы здесь мы видим туз жезлов и туз кубков здесь мы видим двойку жезлов вот как бы сбоку и позади героини а впереди лежит карта рубашкой вверх то есть мы говорим о том что опыт нам наш уже известен проанализирован выводы определенные сделаны а будущее еще не определено но в него с уверенностью шагает героиня десятки жезлов вот десятка кубков ну как бы традиционно семейная идиллия а здесь все равно не напоминает оттенок монары то ли тройку воздуха то ли двойку земли только персонажи поменены местами тут девушка изъявляет излишнюю скромность об этом говорит ее правая рука зажатая между ног и не могу я от этого как бы от этой метафоры и от этой проекции переноса с монары всегда ловлю себя на этой мысли и по ее красному одеянию говорит о том что она полна страсти но не зажимает ли она свою страсть и здесь можно об этом говорить с нашими кверентами задавать эти вопросы конечно же если они уместны а так конечно же они сидят под аркой из десяти кубков солнце ясное освещает и конечно же можно говорить о гармонизации в эмоциональной сфере десятка мечей еще одна карта здесь на десятках на всех трех десятках мы будем видеть арканы здесь тоже лежит карта которая не вскрытая она не успела как бы проиграться не успела открыть и конечно десятка мечей традиционно говорит нам о том что та истина которая была обещана нам в тузе мечей оказалась чудовищно искаженной что наши мысли и идеи обратились против нас и мы выстроили какое-то такое сложное мировоззрение какой-то такие сложные ментальные конструкции которые не помогали нам идти вперед ну в какой-то период времени они служили нам да и помогали идти вперед а потом они внезапно рухнули на нас и метафорически принесли нам вот такую метафорическую смерть всех наших этих ментальных конструкций и оказались бесполезные и десятка мечей очень часто символизируют что слава богу все закончилось такое облегчение что все теперь мне не надо жить этими исследовать этими но этим идеям этим заложенным допустим родительскими или социумом установкам да теперь я от них свободен пусть в неестественный способ этому послужили какие-то факторы определяющие но я освободился и десятка пентаклей мы здесь конечно же видим завершение истории показанной нам истории хозяина и собаки начатую показанную нам в шуте и мы видим уже нашего трубочиста который снял свой грязный сорток и шляпу он богато одет и держит за руку ту девушку из похожую из аркана солнца за руки и конечно же это счастливые образ счастливых людей которые стоят на фоне заката над лондоном в небе которого летают воздушные дирижабли судно на первом плане мы видим мы видим предсказательницу которая тянет из игральной колоду карту которая означает десятку бубен которые в игральной колоде соответствуют десятке пентарклей в колоде то есть две десятки здесь усиливают друг друга и две собачки и ребенок тоже вот два человека то есть вот здесь много говорится об удвоении в том числе нашего какого-то первоначального результата в ресурса вложенного в материального ресурса да физического ресурса вложенного в тузе пентаклей вот такие классные завершающие номерные карты арканы кратко давайте посмотрим фигурные карты двор стимпанк таро очень насыщенный и символизмом и метафоричными элементами которые распаковываются иначе чем в классике и обогащает ее не противореча традиционным классическим значением пажи представленные в стимпанк таро мы видим либо в образе девушек либо в таком бисексуальном образе на паже жезлов мы видим в армейской форме пажа мечей и пажа пентаклей и символы которые здесь и элементы присутствуют они тоже имеют свое значение и могут распаковываться как отдельная метафора на рыцарях мы не будем видеть их всадниками мы просто видим различных рыцарей здесь присутствуют девушки и только рыцарь пентаклей он как пехотинец в форме изображен уже достаточно в таком более зрелом возрасте и мне он очень напоминает заключительные кадры сибирского цирюльника сына главного героя вот такой пехотинец с интересным аппаратом за спиной прекрасные королевы прекрасные очень метафоричные королева жезлов как всадница на коне очень выдержанная и есть хотя застегнута на все пуговички но ее сексуальность находится в энергетике королева кубков кстати явилась тем побуждающим барбару мур авторку данной колоды эффектом когда она когда увидела у художника элли фела картину сразу же связалась с ним она рассказывает подробно в своей книге эта картина которая побудила барбару мур обратиться к элли феллу является прототипом королевы кубков королева мечей здесь просто само очарование мне очень нравится это послание вы видите такая какая красивая метафора она подает левую руку принимает приглашение но правой своим разумом она всегда держится за свой меч за свои идеи за свою логику и послание мне здесь вообще безумно нравится разумеется я провожу тебя в свой сад не обращай внимания на меч это часть моего наряда вот очень классно распаковывает ну и королева пентаклей такая такая огненно-земная окраска говорит о том что данная женщина находится при ресурсе и в достатке в любых сферах своей жизни короли короли здесь тоже очень интересны например король джезлов он с ней сидит а больше напоминает какого-то лизуяниста и фокусника король кубков очень достаточно умудренный и приземленный как для кубков и все они находятся в кабинетах своих в замкнутом пространстве король мечей конечно же с книгой он не может упустить ни минутки чтобы не записывать свои мысли идеи и осознание и король пентаклей как бизнесмен рациональный с трубкой у камина который мастер материальной материальных ресурсов и управитель их итак друзья мы кратко но просмотрели всю колоду барбары мур напомню что это как я называю классная классная старинка но не всегда же новинки кикстартера рассматривать иногда есть очень достойные старинки еще в 2012 году вышедшие но она не утратила своей актуальности я постаралась обозначить лишь только те нюансы которые ее отделяет от всего ряда проуэйтовских так называемых колод а также те элементы которые мне кажется наиболее интересно проигрываются в клиентских запросах в работе в собственной работе и также я считаю что данная колода заслуживает внимание она является очень классической и является очень практичным рабочим инструментом и есть много нюансов которые могут не переставать кстати удивлять в различных раскладах например одни и те же арканы могут проигрываться совершенно по-разному и открывать все новые и новые смысловые какие-то свои оттенки я мне осталось поблагодарить вас за внимание пожелать вам удачи новых каких-то открытий для себя вдохновения и конечно же берегите себя до новых встреч всего хорошего пока-пока пока-пока в следующем году Продолжение следует...